В план приватизации муниципального имущества округа могут включить аптеку номер 3, как центральную по Некрасово, так и филиалы. Такое предложение чиновники администрации округа озвучили перед депутатами на заседании профильной экономической комиссии. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на территории округа, которая разработана до 2030 года, предусматривает в соответствии с той стратегией, которая разработана правительством Российской Федерации, уменьшение количества унитарных предприятий путем их приватизации. Однако это не значит, что третья аптека вскоре будет продана и перейдет в частные руки. Пока речь идет о первом этапе длительного процесса приватизации. Унитарное предприятие станет акционерным обществом. Как пояснил нам председатель комиссии Юрий Шандра, поменяется только организационно-правовая форма. С стопроцентным пакетом акций будет владеть администрация города, поэтому в праве собственности и владении предприятием ничего не изменяется. Было муниципальное предприятие, станет акционерное общество со стопроцентным количеством акций в администрации города. Не все депутаты согласны с таким решением. Бывший директор аптеки Людмила Клеймёнова предположила, что предприятие все-таки намеревается продать. Однако это невозможно будет сделать без одобрения Думы округа. На последней балансовой комиссии, с учетом того, что с изменением закона о закупках, сегодня предвидятся большие трудности в работе аптеки 3. И поэтому было на балансовой и администрации решено привезти его в акционерное общество, ставить пакет акций у администрации, чтобы не выходить на аукционы, а работать обычным образом. Внесение аптеки в список приватизации депутаты также вынесли на заседание Думы. Помимо этого, народные избранники обсудили план приватизации на следующий год, изменения в положении об имущественной поддержке предпринимателей, правила землепользования и застройки. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.